Итак, всем добрый вечер. Мы начинаем очередную открытую летучку. Сегодня у нас организация «Зеленая сеть» и информационный ресурс «Зеленый портал». Сегодня у нас в гостях главный редактор «Зеленого портала» Енина Мельникова. Координатор. Да, можно аплодировать. Координаторка волонтеров «Зеленой сети» Юлия Лисица. Прошу приветствовать. Ирина Белая, руководитель общественного экологического движения «Зеленый дозор». Алена Дубовик, координатор «Зеленого телефона». Ирина Сухи, член совета «Экодома» и член совета «Зеленые сети». И также я попрошу представиться правовую службу, потому что это было… Это было, да, неожиданно, но приятное присоединение. Татьяна Синица, юрист правовой службы «Экодома» и «Зеленой сети». Спасибо большое. Да, но городской лесничий, я думаю, вы не смогли его не заметить. Может быть, к нам присоединиться. И Игорь Корзун из городского лесничего. Передаю слово, наверное, Ирине с вопросом, даже с предложением нам рассказать историю формирования той сети, которую мы наблюдаем сейчас, той структурой, как она оформилась с 2007 года и по сегодняшний день. Вот у меня возник вопрос. Я все время говорю «зеленые сети», а вы говорите «сети». А я прогуглила, правильно, «сети». Да, «сети». А мы все время говорим «неправильно». Ну, это бренд. Сети. Сети. Ну, нам уже много лет. Вообще все начиналось в конце 2006 года. И вот если смотреть туда далеко, можно вспомнить, какие мы были молодые, наивные, еще не знающие, что нам предстоит в дальнейшем. И тогда еще вообще все было по-другому. Тогда, например, не было еще такой организации, Центр экологических решений. Вот кто в экологическом движении, хорошо уже знает. А тогда был фонд реализации идей, который был незарегистрированным. То есть вот тогда Евгений Лобанов пытался зарегистрировать организацию, его еще не было. И вот, собственно говоря, «Экодом» и фонд реализации идей стоят в самом начале «Зеленой сети», когда мы решили, что это вообще хорошая идея это сделать, и начали какой-то процесс. И мы были прекрасны. Мы собрали всех, кого могли собрать из экологических организаций. Кто-то, в общем, до сих пор остался в «Зеленой сети», кто-то так и не присоединился к ней никогда. Но тогда у нас была целая серия таких встреч и обсуждений, как и что нужно сделать, чтобы «Зеленое движение» стало более сильным, сплоченным, целеустремленным. И я помню наши чудесные споры, потому что все сказали, все эти там типа ассоциации, все эти зонечественные структуры, все эти вертикальные штуки. Мы ничего не хотим, мы сеть. Мы такая горизонтальная сеть. Все решения мы принимаем как бы все вместе. Все обсуждаем, принимаем решения консенсусом. В общем, вот как бы очень были такие горизонтальные, наивные и прекрасные. Ну и потом все как-то начало развиваться. И чем дальше, тем больше стало ясно, что сложно все решения принимать консенсусом. Хотя до сих пор у нас в «Зеленой сети» мы переходим к голосованию в случаях, когда мы, в общем, довольно долго не можем договориться. Мы стараемся придерживаться все-таки ситуации, когда наши решения разделяются всеми участниками «Зеленой сети». Потом опять же, в конце концов, мы пришли, что невозможно опять же все решения обсуждать и принимать все вместе, потому что сеть становилась больше, в нее вступали другие организации. И еще у нас была такая возможность, что к сети присоединяются просто люди, активные активисты или эксперты. И когда нас там стало, не знаю, много организаций, много человек, то есть пришло время, когда появился тогда у «Зеленой сети» совет, который обсуждает… То есть «Зеленая сеть» собирается теперь все вместе только один раз в год. Безусловно, у нас есть средства коммуникации, рассылки, где мы можем все обсуждать. Но вот так вот физически встречаемся мы уже гораздо реже из каждого… То есть потом мы начали встречаться… Сначала мы встречались четыре раза в год, потом два раза в год, теперь мы один раз в год. И это такое вот с одной стороны может быть взросление организации, с другой стороны я скучаю по нашей горизонтальщине, консенсусу, наивности и какой-то такой верой во все хорошее. Ну, сейчас мы тоже верим во все хорошее, но просто мы уже так много встречаемся с разными сложностями. Мы видим массу проблем, которые существуют в охране окружающей среды, в сохранении природы, в праве граждан на богоприятную среду, что, конечно, это требует усилия от вот этого всего негативного, переключаться на все-таки позитивные вещи. Вот вы тоже в представлении стали сказать, что «Зеленая сеть» – это такая вот организация, которая борется или против этого самого. Ну, нам бы, мы бы не хотели все время бороться, мы хотели бы делать все время что-нибудь радостное и позитивное. И, в общем, миссия «Зеленой сети» звучит «Зеленое движение для устойчивого развития Беларуси». Ну, так, укороченная такая. И, в общем, мы за позитивное развитие. И нашей целью не является найти с кем-нибудь побороться или попротивостоять. Мы хотим лучше найти с кем вместе объединиться и сделать что-то позитивное, хорошее, показать пример того, как может что-то быть сделано нормальным образом, с заботой о природе и о людях. Ну, вот, наверное... Расскажите, пожалуйста, сколько сейчас вас в объединении? Сколько организаций? У нас 16 организаций, а индивидуальных членов кто-нибудь мне... Ну, всего 46, значит... И в связи с этим, может, есть какая-то специфика работы, когда вас много и вы территориально не вместе? Как часто проходят какие-то планерки, кроме встреч раз в год, когда вы все вместе видитесь? Ну, у нас есть секретариат, который вот здесь на сцене сидит и в зале местами. Вот. И это люди, которые работают каждый день, у которых там каждую неделю есть планерки. Остальным товарищам не так повезло. Они находятся там, где они находятся, и могут обсуждать и участвовать вообще во всех процессах. У нас есть рассылка зеленой сети, куда пишутся и все новости, и проблемы, и обсуждения. У нас есть, конечно же, зеленый портал, который освещает все события зеленой сети. А что у нас еще есть? Да, нет, понятно. Я имею в виду, что как... Есть ли инструменты. И, конечно же, совет встречается гораздо чаще. То есть, ну как это, мы договорились, что не менее четырех раз в год, но, в принципе, по необходимости, когда назревают какие-то необходимости обсуждения и принятия решений, то мы встречаемся чаще. Ну и всегда, ну, на связи. И товарищи сети всегда могут, должны, если хотят, как бы звонить, писать, поднимать те вопросы, которые их волнуют, получать какую-то нашу помощь и поддержку. Мне кажется, тут логично перейти к зеленому порталу как информационному ресурсу, и причем это интересный рост от нишевого продукта с определенной аудиторией, казалось бы, уже целевой, до такого широкого, можно сказать, много регионального издания. Прошу Янина рассказать про, наверное, историю создания изначально. Ну, про историю создания портала, наверное, я не смогу рассказать, поскольку не стояло у истоков создания зеленого портала, но я точно знаю, что его создавали как информационный ресурс зеленой сети, на который те самые товарищи могли бы между собой в том числе и общаться, делиться своим опытом, своим знанием, на котором эксперты могли бы давать экспертизу тех проблем и тех решений возможных, которые в тот момент были. в Беларуси, тех проблем экологических, я имею в виду. И, собственно говоря, портал создавался именно для того, чтобы это была площадка, которая представила бы все организации, которые входят в зеленую сеть экспертов, и наше видение того, какой Беларусь могла бы быть, решила она все свои экологические проблемы. И долгое время портал существовал именно для вот этой узкой нишевой категории людей, профессионалов, экспертов, людей, которые принимают решения. Со временем он развился, действительно, он стал порталом. В нем появились региональные редакции, и они работали долгое время, на самом деле, как отдельные редакции с отдельными редакторами, которые находились в регионах Беларуси. Плюс был центральный, собственно, портал, и есть в Минске. А сейчас наша структура выглядит таким образом, что у нас есть центральный портал, центральная страница – это Минск и Беларусь, плюс те регионы, где у нас не представлены наши региональные страницы. Это Могилев, собственно, в Могилеве у нас нет только отдельного регионального портала. В остальных городах у нас есть регионы, да, у нас есть Гродненский зеленый портал, Брестский зеленый портал, Витебский и Гомельский. У этого портала есть отдельный редактор, она есть, поэтому, если есть вопросы, каково это – руководить региональными порталами, сидя в Минске, то это Анастасия может рассказать. Я, собственно, являюсь главным редактором всего этого, портала этого мероприятия. И с августа прошлого года мы пришли к таким изменениям, которые, собственно говоря, к таким целям, которые поставили перед собой, которые пытались себя достичь. Мы хотим стать и становимся, как мне кажется, популярным экологическим ресурсом для довольно широкой аудитории, для людей, которые, в принципе, интересуются тем, чем они дышат, что они едят, что они пьют, по какой земле они ходят. Им важно, чтобы под их окнами не вырубали все деревья. Им важно понимать, что они что-то оставят после себя своим детям и внукам. И им важно участвовать в этом глобальном процессе сохранения планеты Земля в целом. И если говорить про какие-то цифры, то сейчас ежедневно нас... Центральную страницу портала посещает от 900 до 400 тысяч человек. В месяц у нас общие цифры по порталу больше 100 тысяч уже. И мы продолжаем расти. В наших сетях уже больше 25 тысяч пользователей. Мы представлены во всех, наверное, пожалуй, во всех популярных социальных сетях, которые есть в Беларуси. Это и Facebook, и ВКонтакте, и Одноклассники, и Инстаграм. У нас есть собственный канал в Телеграме. Мы стараемся ввести в каждой из этих сетей свою уникальную редакционную политику, информационную политику для того, чтобы не спамить наших сторонников и людей, которые подписаны на разные наши каналы одной и той же информацией. Скажем, Телеграм-канал у нас исключительно работает как дайджест, который дает информацию раз в неделю. О самом интересном, что было на портале. Кроме того, что у нас есть социальные сети, мы также еженедельно по понедельникам делаем рассылку. Очень рекомендуем ее. Она о самом главном, о том, что мы делаем каждый день, о том, о чем мы пишем, какие истории мы находим. Она про людей, про тренды, про экспертное мнение, про возможности, которые есть у активистов. Ну и, собственно говоря, сейчас портал, как я уже говорила, это довольно популярная экологическая медиа, в фокусе которого не только деятельность товарищей зеленой сети, но и деятельность других экологических активистов, организаций, просто людей. Это всегда история про людей, это всегда история про то, как мы можем повлиять на экологическую ситуацию в стране, как мы можем защитить свое право на тот самый чистый воздух и воду, ну и право на доступ к экологической информации. Это то, что мы все, и сеть, и портал пытаемся отстаивать каждый день. Хорошо, спасибо. Еще хочу узнать у вас про журналистов. Каким образованием должен обладать журналист, чтобы у вас работать? Есть ли у вас какой-то пул, с которым вы всегда работаете? Есть ли возможность попасть молодым журналистам к вам? Да, про журналистов. Я, простите, самое главное не сказала. Наша команда – это, собственно говоря, два редактора, как я уже сказала. У нас есть один СММ-менеджер, у нас есть один штатный журналист, Христина, она тоже здесь в зале. Привет. И у нас есть пул нештатников, которые, в общем-то, это такой самый большой для нас вызов, потому что это фрилансеры, их много, они разные. В Минске у нас около 10 человек, плюс в регионах у нас люди. И это большая проблема руководить командой, которая всегда такая, немножко вольные стрелки. Но мне кажется, что за время, вот за последний год с небольшим нам удалось создать на самом деле команду, которая собирается раз в неделю на планерке, которая постоянно, каждый день на связи. У нас есть редакционные чаты, мы общаемся, мы делимся новостями, мы делимся экспертами, мы делимся тем, что мы работаем. Но мы всегда открыты к тому, чтобы к нам приходили и предлагали свою помощь, свои услуги. Люди, и молодые журналисты, и немолодые журналисты, на самом деле. То есть всегда открыты к предложениям и идеям. Что касается образования, то это вообще отдельная большая тема. Ну, с моей точки зрения, самая главная вещь, самое главное, что должно быть, это искренний интерес к этой теме, искреннее желание хотеть работать в журналистике и искать ответы на вопросы, и искать конструктивный какой-то, иметь конструктивный взгляд на жизнь и на то, что вокруг нас происходит, а не пытаться бороться через журналистику. Ну, в общем-то, как Ирина сказала, как и сама «Зеленая сеть», не хотела бы всегда только бороться с кулачками, а делать что-то позитивное. Ну и на самом деле это все. Все остальное, если чего-то не хватает, научим, поможем, подскажем. Ну, еще дедлайны важны для меня. Это как для всякого редактора очень важны дедлайны, ответственность. Вот это самое главное, пожалуй. Еще вот вы недавно в соцсетях написали, что ищете главного редактора на один день. Скажите, были ли отзывы, или мы, может, еще найдем этого человека в зале? Ну, сейчас прямо найдем. На самом деле, да, это был такой наш эксперимент. Мы подумали, что мы довольно часто встречаемся в сетях с комментариями в стиле «Не о том пишите», «Не то в повестке дня», «Не на том фокус». Ну и мы же про конструктив, про то, что нужно все подобные критические замечания попытаться какое-то конструктивное русло направить. И поэтому мы предложили нашим читателям, нашей аудитории, нашим экспертам в сети взять на себя такую миссию и стать нашими главными редакторами на день. И у нас было, на самом деле, немного. Мы думали, что больше будет откликов. Мы ожидали, что, конечно, самые главные наши, условно, скажем, хейтеры, комментаторы, да, они к нам прям потянутся и скажут, ну, сейчас мы сделаем за один день, прям покажем, вот на что нужно обращать внимание, как работать. Было буквально там 3-4 отклика. У нас был уже один раз, мы провели подобный эксперимент. К нам пришел наш постоянный читатель, который полдня пытался вникнуть в то, как вообще выглядит зеленая сеть и какие мы большие, разнообразные. И, собственно говоря, ушел, он предложил нам несколько тем, еще, то есть несколько тем в течение дня мы с ним сделали, плюс еще список из 12 тем у нас прям осталось на карандаше, о чем можно было бы написать и что можно было бы сделать. И ушел от нас, мне кажется, очень такой озадаченно озабоченный тем, что зеленый портал на самом деле оказался такой машиной, которой не так просто управлять. Но мы продолжим эксперимент. Становится очевидным. И вот вы упомянули тему комментариев. Расскажите, как вы с ними работаете. Удаляете ли вы, комментируете, отвечаете? Либо вы просто игнорируете и иногда вот замечаете такие негативные. А можно сказать честно? Я могу хранить молчание. На самом деле мне очень жаль, что сегодня с нами нет нашего SMM-менеджера. Человек выгорел. Это честно, это объективно. Люди выгорают, когда часто сталкиваются с комментариями, и приходится отвечать. Мы отвечаем и стараемся отвечать на каждый комментарий, который у нас есть. Даже когда речь идет про, скажем, откровенно негативные вещи, мы никогда не удаляем, если только это не переход на личности. Да, у нас есть условно позорные шаги. Несколько человек мы все-таки заблокировали. После долгих уговоров вести дискуссию в какой-то конструктивной и, главное, не оскорбительной форме. Но в целом мы любим всех на самом деле. И у нас есть несколько комментаторов, которые приходят буквально под каждую новость, которую мы постим. И мы уже, наверное, даже скучаем, когда они вдруг какую-то пропускают. Для нас это, на самом деле, показатель того, что нас читают, нас замечают. И чаще всего эти люди, они действительно не просто кидаются на заголовок, а вот те самые хейтеры, они читают прям новости, прям до каждой буквы. Это приятно. Иногда они видят орфографические ошибки. Это тоже приятно. Поправляют нас. Ну, делают полезную работу, конечно. Поблагодарим их. Сейчас я бы хотела немного обсудить «Зеленый дозор». Расскажите вообще, как работает данная площадка, которая была открыта. Ну, прежде чем рассказать, как работает данная площадка, я бы хотела сказать, для чего работает данная площадка. И с моей точки зрения, и с вашей, наверное, точки зрения, каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду. Но это право, оно может реализоваться только если человек осознает вообще, что у него есть это право. Берет это право и активно делает вокруг себя благоприятную среду для себя. И в этом и есть основной принцип «Зеленого дозора». Вместо, вместо, вместе, вместе мы можем сделать благоприятную окружающую среду для нас. И «Зеленый дозор», он на самом деле возник в ответ на проблему, которая лет пять назад была в «Зеленой сети», когда много людей звонили в «Зеленую сеть». «Зеленая сеть» уже обозначилась, она уже заявила, что решаются экологические проблемы. И пошли звонки. «Пожалуйста, приезжайте, у нас рубят деревья. Пожалуйста, приезжайте, у нас тут что-то строят, забор поставили возле нашего дома. А вот там вот трава горит. Идите, спасайте нас». И понятно, что «Зеленая сеть» озаботилась, что же как бы с этим делать. Потому что точно «Зеленая сеть» не хотела быть такой пожарной командой, и это было невозможно, которая ездит по всей Беларуси и тушит возникающие пожары. И мы задумались, как сделать так, чтобы функция предупреждения, выявления и устранения экологических проблем принадлежала самим людям, самим местным жителям. И таким образом возникла идея сделать такое движение «Зеленый дозор». То есть это активисты, которые находятся, расположены по всей Беларуси и которые занимаются решением тех экологических проблем, которые их на самом деле беспокоят. И мы, «Зеленая сеть», оказываем различного вида поддержки для того, чтобы этим активистам было комфортно, удобно, эффективно решать эти проблемы. И прежде всего, когда мы начали думать, как же помочь людям, мы увидели, что большая проблема лежит в интерпретации природоохранного законодательства. Я вот природоохранное специально говорю, специально не называю экологическое, потому что, например, в природоохранное законодательство мы даже включаем правила дорожного движения, потому что там есть, например, парковки на зеленых зонах, и как этому противостоять. То есть природоохранное законодательство – это весь спектр законодательства, который регулирует в той или иной степени ваше право на благоприятную окружающую среду. Сейчас юристы будут ругаться, но я его именно так интерпретирую. И мы, в общем, перевели такой сложный язык законов в ответы на простые вопросы, которые возникали к нам. Например, как сделать так, чтобы прекратить парковки на зеленой зоне? Что делать, если у меня во дворе рубят деревья? Что делать, если кто-то выбрасывает мусор в неустановленном месте? Итак, у нас появилось такое наше ноу-хау, которое, в общем, широко используется сейчас нашими активистами, просто людьми в Беларуси, называется «Алгоритмы зеленого дозора». И эти алгоритмы есть на зеленом портале, на странице «Зеленого дозора». И там есть еще такая кнопочка прекрасная «Решить проблему». И там они даже отсортированы по разным темам. И мы периодически издаем вот такие вот печатные алгоритмы. Называется «Справочник алгоритмов зеленого дозора». Проблема в печатной версии, что наше законодательство меняется быстрее, чем мы печатаем эти справочники. Поэтому актуальные алгоритмы зеленого дозора есть у нас на портале. И в будущем, ближайшем, наверное, зимой, уже будет издан новый вариант справочника зеленого дозора, который будет снова приведен в соответствии с нашим изменившимся законодательством. И плюс еще будет плюс 10, наверное, каких-то алгоритмов, которые снова поступают к нам, то есть вопросы, и мы смотрим. Если это связано с природоохранным законодательством, то, в общем, можно делать алгоритм. И основной посыл, основной, не знаю, девиз зеленого дозора на сегодня – «Все проблемы решаемы, если их решением кто-то занимается». И у нас, на самом деле, очень классный процент решенных проблем. Например, по прошлому году, ну, то есть мы собираем какую-то информацию от наших активистов. Понятно, что не все сообщают вовремя, или кто-то вообще не сообщает. Но из того, что мы имеем из 800 выявленных экологических проблем в 2017 году, 600 – решено. То есть, в общем, это нормальный процент, 75% проблем решены. И наш вывод, что, в общем, этим нужно просто заниматься. И тогда каждый человек может реализовать свое право на благоприятную окружающую среду. И можно заниматься как совсем маленькими проблемами, ну, например, парковка на зеленой зоне. Вы знаете, что не верили, мы даже сами не верили, что при помощи очень простых инструментов, например, вот у нас есть листовки зеленого дозора, такие предупреждающие, что брали наши активисты, распечатывали эти листовки, засовывали под стеклоочистители автомобилей, которые припаркованы на зеленой зоне. И что вы думаете, во многих случаях зеленые зоны очищались? Если нет, то тогда понятно, что писали обращение в соответствующий госорган, и уже приходили службы, которые наказывали за нарушение законодательства. Та же самая прекрасная история с экскрементами животных. То есть у нас была группа, которая очень беспокоила, что животные в городах везде какают, никто за этим не убирает. И тоже через такого типа листовок, которые распространяли люди по своему желанию на местах, где гуляют другие люди с собаками. В общем, при помощи этого предупреждающего инструмента во многих местах проблемы решались. Есть проблемы, которые решаются достаточно сложно. Это вырубки в городах, это вырубки вообще вне населенных пунктов. Вот здесь нужно часто разрабатывать целую стратегию для того, чтобы проблема была решена. И у нас, у «Зеленого дозора» много как таких небольших проблем, так и серьезных случаев, решение которых было 3, 4, 5 месяцев. И мы, в общем, одинаково гордимся результатами и больших, и маленьких решений. И сейчас «Зеленый дозор» мы пытаемся развивать как региональные группы. Называется «Региональная команда «Зеленого дозора». У нас на сегодня есть 24 таких региональных группы. И они, в общем, берут ответственность за территорию административного района. И появляется координатор региональный, задача которого – собрать вокруг себя команду. И, в общем, это те местные жители, которые заботятся о том, чтобы на территории их района не нарушались законы природоохранные, либо устранялись экологические проблемы. В общем, не знаю, все ли рассказалось. Если есть вопросы, задавайте. Да, у меня еще есть уточнение. Мы сейчас и в зал обратимся. Скажите, пожалуйста, вот у вас недавно был набор на новых дозорных и тренинг в начале месяца. Скажите, много было желающих присоединиться к этому движению? Ну, на наш набор заявилось 30 человек. И в результате на сегодня у нас сформирован третий набор, третья команда региональных координаторов «Зеленого дозора». В 8 районах. За 8 районах появились люди, которые будут реализовывать свое право на благоприятную окружающую среду на территории этих районов. Прекрасно. Спасибо большое. И еще у нас такое тоже правило. У нас очень важно, чтобы эти группы не были зависимы от «Зеленой сети». Это очень важный для нас принцип. Поэтому мы их поддерживаем всегда ограниченное время. То есть, ну, часто не больше, ну, часто, может быть, чуть-чуть больше года. И мы очень хотим вложить в них наши знания, наш опыт для того, чтобы потом создавались организации, какие-то инициативы, чтобы вот эта охрана окружающей среды замыкалась именно там, на территории района, чтобы не было обращений все время к нам. И что еще, кстати, важно, там, в районах, где есть такие группы, мало того, что многие проблемы решаются, они просто не возникают. Самое интересное, что начинают местные люди, а самое главное, госслужбы, чиновники, смотреть, что кто-то контролирует. И таких вот нарушений, которые, ну, небольшие нарушения, меньше. Про большие нарушения, конечно, если это выгодно, и если за этим стоят деньги, то они все равно есть. Спасибо большое. Можно вопрос в зале? Да, извините за вопрос сразу, потому что вопрос касательно экскрементов собачек. Смотрите, как бы экологические люди понимают проблему пластика. У экологических людей собаки. Как решать проблему убирать за собакой и в то же время не плодить как минимум два пакета в день после экскрементов? Допустим, все мы уже почти перешли на тканевые пакетики, мешочки, в тех же гипермаркетах и прочем. Как бы тут проблема тканевым мешочкам не решается. То есть вы работаете только над тем, чтобы просто люди убирали, но это опять-таки, вы же понимаете, да, то есть пластика как минимум два пакета в день от каждого человека, владеющего собакой. Как решается эта проблема и вообще поднимается ли эта проблема? Потому что осознанность это хорошо с одной стороны здесь, да, то есть всем приятно смотреть на газоны. С другой стороны, не сильно приятно есть пластик, пить пластик и бороться с ним. Спасибо. Понимаете, экологических проблем на самом деле достаточно много. Я еще раз уточняю, что Зеленый дозор решает экологические проблемы, связанные с природоохранным законодательством. То есть не убирать экскременты – это нарушение одного из законов, который действует на территории Республики Беларусь. Поэтому мы следим за тем, чтобы закон соблюдался. По поводу экологического образа жизни, использования либо неиспользования пластика, в товариществе «Зеленая сеть» есть другие проекты и другие инструменты. Например, много лет подряд реализовывала школа экологического активиста. До сих пор мы проводим акции с Робиум по всемирной чистке, уборке мусора на земле. То есть мы разными способами пытаемся тоже решать эту проблему. Но Зеленый дозор, например, не может решать все вместе. Я, например, как Зеленый дозорный, и как человек, у которого есть собака, и которая тоже учила в школе экологического активиста, я убираю экскременты своей собаки в бумажные пакеты. И это пропагандирую всему своему сообществу. Но продвижение в экологическом образе жизни – это у каждого очень личный, часто тернистый, но свой путь. Спасибо большое за вопрос. Я хочу сказать, что у вас будет возможность после летучки пообщаться и задать свои эко-вопросы детально экспертам. Я хочу еще задать вопрос Алене про работу телефона. Скажите про алгоритм работы. Кто-то круглосуточно живет с телефоном, либо у вас организация… И тоже как СММщик скоро выгорит, или вы все-таки знаете такое слово, как график работы. И еще сразу, наверное, мне интересны топ-3 вопроса, с которыми обращаются к вам. У зеленого телефона есть, конечно же, график, потому что мы бы так сошли с ума. Значит, работаем мы в понедельник, среду и пятницу с 10 до 6. Принимаем звонки, письма, отвечаем через Telegram и Viber, отвечаем на SMS-ки. Вы можете звонить по мобильному номеру Велком, 170-26-70, на правах рекламы говорю. И городской номер 396-94-31. К сожалению, не помню городской. К нам можно обращаться с любыми вопросами, которые связаны с экологией. Часто так бывает, что люди не очень понимают, связана ли их проблема с экологией, какой-то направленностью экологической. Мы можем разобраться в этом. Вы, главное, позвоните и расскажите. Когда мы только начинали этот проект, я пришла устраиваться оператором в эту службу. У нас был блок, обучающий, как психологически выходить из разных ситуаций. То есть у нас был инструктор, который работает на горячей линии... Как же она называлась? Гендерной перспективы. Да, из гендерных перспектив. Она обучала нас, как выдерживать паузы, как понимать человека, как не принимать на себя, как фильтровать какие-то выпады в нашу сторону. В общем, мы немножко фильтр, мы поможем вам, возможно, убрать какую-то эмоциональную окраску и, возможно, понять, что то, что вы видите, может быть, это вообще не проблема. Может быть, это не экологическая проблема. Ну, то есть вот такие вещи мы можем... О чем мы можем поговорить по телефону. Да, разговариваем недолго. Нас не так много. У нас только два оператора. Мы сменяем друг друга, когда, например, звонок был очень долгий, мучительный. Но в итоге мы, конечно, стараемся приходить к какому-то знаменателю положительному. Мы пытаемся с людьми разговаривать в ключе, что любая проблема касается всех. Не только этого человека, не только нас, как сотрудников зеленого телефона, экологических активистов, там, зеленую сеть. Мы пытаемся донести, что все, что происходит, это из-за нас, по нашей вине, и мы это также можем, каждый из нас можем это все исправлять. Поэтому чаще всего, когда человек нам задает какой-то вопрос, либо он сообщает нам о случившейся проблеме, мы обязательно у него спрашиваем, готов ли он что-нибудь с этим сделать. Это важное условие для нас, потому что мы только операторы, мы не пожарная команда, мы не выезжаем на место, мы не убираем мусор, не останавливаем пилы или что-нибудь в таком духе, не переставляем машину припаркованную. Поэтому чаще всего, конечно, бывает так, что люди боятся решить какую-то проблему, и это все происходит от незнания, потому что им кажется, что это очень глобально, это очень сложно, и это очень долго по времени. Не всегда так происходит. Конечно, бюрократическая машина в нашей стране работает, и когда нам нужно получить какую-то информацию, то приходится ждать от 10 до 30 дней, если написать какой-то запрос в госорган. Но в этот период ожидания можно делать что-то еще, можно объединяться с другими людьми, которые видят эту же проблему, можно как-то поднимать тему в СМИ, у нас на портале, в других СМИ. Поэтому работы много, и когда мы человеку рассказываем, какой алгоритм действия он может принять, чтобы решить проблему или разобраться в этой проблеме, конечно, человек, бывает, пугается и не хочет ничего делать. И в этот момент мы, конечно, объясняем, что, например, если этот человек находится где-то в регионе, то мы можем оказать ему поддержку, например, с помощью зеленых дозорных. Если в этом регионе есть группа зеленых дозорных, так мы взаимодействуем между собой. И тогда обмениваем координатами, контактами, и люди также смогут получить поддержку и уже не только по телефону, а уже и лично. Также, если человек желает сообщить какую-то информацию, и она просто будет интересна для, интересно, например, для журналистов, мы также можем связать людей с нашим порталом, с журналистами, с редакторами, чтобы осветить какую-то интересную идею. Возможно, бывают люди, которые звонят, они придумали какую-то околомашину экологическую, и они хотят поделиться этим своими разработками. Естественно, мы отправляем и к журналистам. Возможно, иногда даем контакты наших экспертов в каких-то узких направлениях. Вот у нас Ирина Сухи часто консультирует этих... Также часто у людей возникают проблемы, когда они не знают какого-то законодательства, в юридическом плане, экологического законодательства чаще. Естественно, мы их консультируем в этой части и передаем в правовую службу Экодома такие же вопросы. Они разбирают какие-то полученные ответы от госорганов. Либо, в общем, разбирают полностью по кусочкам вопрос. Поэтому чаще всего получается с человеком разговаривать либо очень мало, потому что человек не хочет решать проблему, он только позвонил сообщить, либо мы взаимодействуем с этим человеком очень долго с помощью дозорных, журналистов, юристов, экспертов. То есть это бывает даже продолжается на год, и, возможно, некоторые даже наши абоненты становятся и дозорными, или хотя бы активными активистами на своей местности. Такое бывает. Понятно. Но, судя по вашей инфографике в годовом отчете, вы чаще сталкиваетесь с женщиной из Минска, которая вам позвонила, а не написала, и она обратилась по вопросу зеленых насаждений. Можно еще узнать, с какими проблемами чаще обращаются? Да, я скажу про женщину из Минска. Да, это за прошлый год. Про женщину из Минска расскажу. Ну, я думаю, что... Дело в том, что женщины больше восприимчивы, наверное, на каком-то визуальном уровне. И любят разговаривать по телефону, правда? Нет, нет. Восприимчивы. Пожилые люди восприимчивы. Они сидят дома, они видят в окно, что происходит. И пожилым проще звонить по телефону, чем пользоваться интернетом. Ну, и, естественно, поговорить, наверное, тоже. Хотя бывают такие мужчины, что очень сложно как-то закончить разговор даже. Вот. Теперь про топ-проблем. Чаще всего это зеленые насаждения. Да, вырубка, обрезка. После этого идут отходы, мусор, то есть загрязнение. Но это дальше отходы. Мы делим на несколько... Градируем их всегда, потому что есть просто мусор. Это как экскременты собачьи, например, животных. Это, возможно, просто какие-то свалки. Да, но также есть это загрязнение почвы, загрязнение воды, воздуха. Ну, это уже чуть-чуть другие как бы вопросы, и они более узкие. Вот. Ну, и третий, наверное, третий пункт... Я не могу его сейчас четко определить. Все зависит от времени года, наверное, еще, потому что... Ну, важный фактор. Да. Вот. Хорошо, спасибо. Там Юля заскучала. Я еще и нет. Давай ты нам расскажешь про работу с волонтерами, про то, что они делают, какую работу с охотой большей выполняют волонтеры, и также анонсируй нам форум, который довольно уникальный, и расскажи чем. Все разом. Да, добрый вечер. Юля Лещица, координаторка волонтерского сервиса «Желеная Сетки». На сегодняшний момент у нас у базы больше 560 человек. Треба зазначить, что это от 2014 года, то, как от початку створения волонтерского сервиса, за прошлый год у нас прирост больше 250 человек. Это для нас вельми мощное масштабование. То, как одного человека уже видовочно недостатково для того, как якосно и глубоко опрацовывать кожного волонтера и волонтерку, которая приходит до нас. Але при этом, я прикладываю еще намагание для того, как волонтеры, волонтерки, которые приходят, яны имели такое, ну, так скажем, поглыблення у дейнасть, у той, чым мы займаемся, чым займается «Желеная Сетка», и так сама частково наши товарищи. И так сама я вывычаю попыт, ну, не попыт, а таки внутренне потребы человека, накольки гэта махчыма у наших там таких абмежаванных стасунках, кардинаторки и волонтера, и спрабуюсь разуметь, что гэтаму человеку найбольш цікава, чым ему хочется займаться. Тому, калі ты пытаешься про тое, якую работа робить найлепі, там ці найгорш, то я могу адказать, что нема людей, которые, ну, якбы, волонтер не подписывается на дренную работу, то, звычайно, при нам ще, ну, по моим досвиде, табак люди выбирают толькі тое, што им хочется робить, тое, чым я не зацікавленное, тое, што, якбы, тое, што им болить. З таких цікавых состреч, які мы привели, яким я там особиста там, трошечку ганаруся, мы стараемся планаваць не як там год, ціпа угоддзе разам з нашими активістами, з таким ядром волонтерским, і на пачатку гэтага года у нас було такое натхнення зарабіць штось ці разам, экологічне, і при гэтым такое культурніцкое. І вось у нас була супер ідея стварыць спіддейтинг, худкі спатканні для экологістов і экологінь, і у нас гэта трималася, табак у нас було більзе 26 чалавек, па-моему, пройшло, і гэта все пройшло так фантастычна, ну, якбы, што людзі просто балі у захаплення, табак, як для мене, воланцёрам трэба даваць максимальна шмат свободы, але ў пэвным речі, што, якбы, ну, якім ёсць там нашай накерункі дзейнасця. Натуральна, што мы стараемся апрацовыць все запыты, які ёсць ад таварышаў, і они не заужды апрацовываюцца максимальна глыбока, таму што ну, натуральна, што воланцёры гэта такая неустойлівая група людзей достаткова, ў плані адказнасці, табак, ёсць людзі супер адказны, а ёсць той, хто, ну, не лічыць неабходным, там, прикрымливацца дэдлайнаў, абавязка ўсяго на швеці, табак, гэта спеціфіка працы, гэта нармальна, і мы часа-часу все утыкаўся з такими випадками, недавно у нас був з порталом цікава історія, може бэц, она ещё скончатся позитивно, ми хацэлі зробіць редизайн сторонкі нашай загаловна на сайті, шукалі, там, три чоловіки адгукнулися, дэ кінця дэжула одна дзёчынка, і та ёвыні кузлілася пасля того, як і тримала тезе, і домовілася про ще, як би, умовы, сказала, што ёвсё зробіць, просто, як би, знікла з ўсіх радаро. Спадзюча, што ёвсё добре, калі што. Так, ну, і важна падкрэсцяць так сама тое, што ў нас ёсць така вельбімоцная прэвязка дэ того, што робіць таваріші, табак мы ў першу чаргу прэрэтизуем тое, што робіць яны, і стараёмся на іх патрэбы закрэваць такія валанцёрскія махчымасці і далей ўжо розвіваць нікі свае ну, нікі свае задумкі. І вось форум па праці з валанцёрами і прэхільніками, гэта па велікім рахунку ну, нашая задума ўнутрэнная, секретаріату, але ў ёй зацікавлены ў тым лейку і валанцёры, і актэвісты, каторые займаюцца там экалагічной дзейнастю, ці просто актэвісты грацкі умовна. Гэта форум, міжнародны форум, на якім будуть абміркаваны такія пащытывны ўкраінскія практикі працы з валанцёрами, табак стварэння ўшы ўшы ўкраінскага валанцёрскага сервісу, як яны вырэшлі ад такой нізавой фактична ініціативы да національнай вялікай платформы, табак яны приеду для таго, каб панатхняць нашых кардинатороў місцовых і кардинатороў, ну, асновным кардинатороў і кардинатороў, так само мы пазнаемымся з практикамі, каторые дапамогуць, наприклад, збіраць грошы з прихільнікаў, взаімадзенічыць з прихільніками, які дапамогуць тым же самым кардинаторкам, які вельмі глибока працююць зазвычай з людьмі з великай колькасцю, які дапамогуць ім не выгараць тое, што для нас просто актуальна, якбы, ну, вельмі мацнэ ступені. Вось, і гэта будзе, да, великі форум, ён будзе праходзіць два дні ў просторы другі паверх, не ведуць, трэба ешчы больша нанасаваць, калі цікава, то ісць насторонца Фейсбук і регістрація ще адкрыта? Так, да речі, за три дні зарегістрывалася больш за 30 чалавек і мы зрозуміля, наколькі гэта балюча, ну, сэнці, наколькі людзям хочаць паудзельнічаць, ващ пагаваріць пра ващ гэта кам'юніці, пра якою, ну, мінавіта валанцёрская кам'юніці, такоя супольная, пра якою мы ўжы давна думаем, якоя нам хочаць пэвным чынам, якбы, нікім чынам то принамся там нікого штуршка наперед. Тогда удачі, мы постараемся прийти на данный форум. Постараемся не закрити регистрацію до этого часа. Вдруг я уже є в этой регистрацію, ти не проверила. Хорошо, а тепер у мене вопрос про правовій службі, котре уже несколько раз каждая іниціатива упомянула. Видно, очень часто к вам обращаються і расскажіть нам про специфику, як вы разрываетесь между каждой іниціативою. Тут, наверное, скорее не то, що ми разрываємся, а наоборот, ці направліния «Зеленый дозор» і «Зелений телефон» создавалися для того, щоб ми не разрывались. То есть, з чого почався «Зелений телефон»? Потому що люди к нам обращались, причем одновременно один і тот же человек мог писати на «Зеленый портал», на почту просто «Зеленой сети», через наших товарищей, стучався в Фейсбуке, звонил на все телефоны, которые мог вообще найти. І получалось, що отвечав тот человек, который просто в офісі, був тот несчастний, який поднял трубку офісного телефона. А вопросы могут быть очень специфические. То есть нам нужен был какой-то фильтр. Ми, конечно, хотели с большим... То есть это позволяє нам сейчас с большим количеством людей работать, то есть больше с регіонами. Хотя статистика говорит, что все-таки у нас это женщина из Минска, но на самом деле очень много звонков действительно из регионов. И то есть не все... Ирина говорила про «Зеленый дозор», но не все люди готовы стать «Зеленым дозорным», то есть как-то больше постоянно, какую-то деятельность, но они готовы решить конкретную свою проблему. И нам очень удобно именно работать... Вот к чему мы стремимся, чтобы... Вот все проблемы, они сходились именно через «Зеленый телефон», который может отфильтровать, хотя бы понять, в чем состоит проблема. То есть надо просто человеку... Проблема легко решается или человек хочет найти какую-то информацию, а это буквально решается обратиться в нужный государственный орган, он просто не понимает, в какой. Или в какую-то из... экологических организаций чей это профиль. Или нам надо найти специалиста, или действительно эта проблема нуждается в юридической консультации. То есть мы не разрываемся, это как раз помогает нам работать. Основная наша действительно деятельность правовой службы это вот обслуживание вот этих «Зеленого дозора», «Зеленого телефона» и портала, «Зеленого портала», когда необходимо журналистам наша консультация, потому что бывают очень специфические темы, а чаще они обращаются по вопросам общественных обсуждений, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, каких-то судебных процессов, в которых мы участвовали. Ну, то есть такие специфические темы, в которых нам важно не ошибиться. и есть еще, конечно, направление, которое не связано с другими службами «Зеленой сети», но как бы это стратегическое наше направление, это работа, аналитика, законодательство, то есть вот та Орховская конвенция, которую тут называли, то есть доступ к экологической информации, участию общественности, принятие экологических значимых решений и доступ к правосудию по вопросам, связанным с охраной окружающей среды. То есть то, чем мы занимаемся, то, что мы пытаемся продвижение этой Орховской конвенции в Беларуси, полной ее имплементации в национальное законодательство, то есть вот это такое наше направление, и в этом нам помогает и в том числе «Зеленый телефон», и «Зеленый дозор», потому что это анализ, то есть это не только наш опыт, наша практика, но это и то, что мы видим у всех наших абонентов по Беларуси, по разным регионам и у «Зеленых дозорных», то есть мы можем из каких-то локальных проблем сформулировать, ну то есть на более высокий уровень это поднять и сформулировать какое-нибудь предложение по внесению изменений в законодательство. То есть это из маленьких локальных проблем понять, как ее можно закрыть, то есть изменив что-то в практике или в законодательстве. И скажите еще, пожалуйста, сколько у вас человек в правовой службе, потому что тот объем работы, который вы сейчас озвучили. Ну, смотря как считать, ну, так у нас есть два человека в Минске, которые, ну то есть тратят свое основное время вот именно этой деятельности в экономии «Зеленой сети», и есть еще юрист, который разрывается между Беларусью и Польшей, и еще есть тоже у нас юрист в Минске, но у него есть там какая-то основная работа, и он там время от времени берется за какие-то консультации «Зеленого телефона» или «Зеленого дозора». Но где-то так и выходит. Да, то есть мы стараемся, чтобы это больше важная часть нашей работы, чтобы все это не закольцовывалось на нас, то есть для чего был этот справочник «Зеленого дозора» его идея в том, чтобы не надо было каждый раз у нас спрашивать, как этот вопрос регулируется, а в том, чтобы дать какой-то вот этот алгоритм, чтобы каждый мог применять. Да, то есть в том числе и обучение операторов, то есть какие-то вопросы основные, ну, такие простые, либо хотя бы, если это сложная проблема, то есть какое-то начальное решение, то есть максимум информации из абонентов или подсказать ему начальные шаги, с чем уже нам нужно было бы работать. Хорошо, спасибо большое. Я тут заметила, что к нам присоединился Игорь Корзун. Мы попросим вас на сцену, потому что эта прекрасная ель вас, конечно, не заменит. Просто попросим вас рассказать про актуальности и проблемы, которыми вы живете, либо радости. Ну, вообще, изначально компания городской лесниче планировалась как компания просветительская. Просветительская не только в плане адвокативных практик, но и просветительская в плане практик пользовательских. как пользоваться тем пространством, в котором мы живем, как правильно пользоваться парками, как правильно пользоваться скверами, дворами, как правильно понимать городское пространство озелененное и многие другие вещи. чем в нашей культуре является озелененное пространство. На мой взгляд, неправильное понимание этого предмета является одной из причин того, что мы имеем на сегодняшний момент. И, к сожалению, до настоящего времени это глобально не исправилось. Есть какое-то количество людей, которые научились правильно понимать городские озелененные пространства, ну и дворы в том числе, а есть какое-то количество людей, которые хотят понимать их, на мой взгляд, непродуктивно. Было допущено большое количество ошибок, в частности, активистами компании городского лесничьего в процессе работы. Но это ошибки совершенно нормальные, которые всегда происходят в процессе достаточно непростой работы. Ну, это я к тому, что мне не хочется во всем хвастаться и хвалить себя, но понимание этих ошибок привело нас к тому, что, как мне кажется, на сегодняшний момент мы лучше понимаем обстоятельства, в которых мы существуем. Мы нашли ряд системных проблем и свою работу в дальнейшем пытаемся выстроить таким образом, чтобы вывести эти проблемы в паблик, сделать их видимыми, заметными и понятными большому количеству граждан. Ну, в частности, вот, когда я пришел фрагментарно на экране, когда я рассказывал о портале, была шапка материала о том, что же такое деревья. Ну, собственно, я считаю, что именно благодаря компании городской лесниче, которая достаточно давно и много говорила о том, что, когда нам зеленстрой отчитывается, или городские власти отчитываются о том, сколько же деревьев они посадили, мне хочется задать вопрос, что они имеют в виду, когда произносят слово дерево. У этого понятия, в частности, неправильно использовать дерево, неправильно использовать саженцы, посадочный материал, есть четкие характеристики, качественные характеристики. Ну, и, собственно, об этом мы время от времени напоминаем гражданам. обо многом другом. Не всегда у нас получается сделать это через определенные средства массовой информации, но у нас есть свои каналы, есть своя аудитория. Скажем, эта аудитория нас мониторит, читает, отзывается, часто критикует, но вместе с тем за прошедшие пять лет я вижу, что те аспекты, те вопросы, о которых мы говорили пять лет назад, четыре года назад и даже три года назад, на сегодняшний момент становятся достаточно актуальными и в этом направлении происходят изменения не только в сознании граждан и горожан, но также и в сознании чиновников. Это непростая и не всегда благодарная работа, потому что очень сложно доказать, что именно благодаря тебе эти изменения происходят, нет каких-то качественных характеристик твоей работы, сложно отчитаться, вот я столько-то сделал того-то, того-то и того-то, благодаря чему произошло то-то, то-то и то-то, да, но не формируя информационное пространство вокруг какой-то темы, не делая работу по формированию этого информационного пространства привлекательной, дизайнерски, маркетингово, бывает очень сложно сформировать, качественно сформировать это информационное пространство. Я считаю, что благодаря успешному старту, благодаря созданию такого привлекательного, интересного персонажа, благодаря ряду аттрактивных активностей, таких как городской прогулочный марафон, большое количество маршрутов прогулочных по городу, которые являются не просто развлечением, забавой. В свою очередь, это ходящий университет, ведь это не просто экскурсия, где я рассказываю о каких-то исторических фактах и культурных фактах. Нет, я в процессе этих прогулок посвящаю людей в ряд аспектов социального характера. не только проблемы, которые существуют конкретно в этой точке, в это время, я говорю о социальных институтах, о том, что это такое, я говорю о том, какие социальные институты в настоящий момент в нашем обществе отсутствуют, и как они работают, и что нужно сделать для того, чтобы эти социальные институты появились. в частности социальный институт компромисс. Сложная работа для того, чтобы объяснить людям, что компромисс нужен не двум сторонам, которым нужно договориться, а две стороны должны чем-то пожертвовать не для того, чтобы получить для себя какую-то выгоду, а для того, чтобы общество в целом получило выгоду. Компромисс нужен не им двум, он нужен обществу. И в результате того, что они не приходят к этому компромиссу, страдают все три стороны. И два, и оба оппонента, и точно так же страдает общество в целом. Я привожу им примеры того, где этот компромисс проявился так, как мне бы хотелось. Я разговариваю, вот иногда тот же горячий телефон отправляет ко мне людей, которые просят о помощи. Моя помощь является не консультацией о том, что нужно сделать. Это продолжительные беседы, иной раз больше, чем полчаса. И несмотря на то, что не всегда человеку в результате этого разговора удается решить эту проблему положительно, так как ему бы хотелось, очень часто люди благодарят меня за эту беседу как некий психотерапевтический аспект. Им становится легче от того, что они понимают, даже в ситуации, когда они понимают свое бессилие, они все равно понимают, почему это произошло. Им легче эту ситуацию пережить и перенести. Мы, компания «Городской лесничий», пытаемся сделать наше общество более здоровым, как физически, так и психически. И многие вещи нам за пять лет работы удались. Мы формируем отсутствующие социальные институты, это нам тоже удается. Активность горожан в аспектах отстаивания своих прав на благоприятную среду выросла во много раз. Кто-то скажет, что это просто тренды, но собственно, как иногда говорят, отсутствие доказательств нашего участия в этом не является доказательством их отсутствия. Все, да? Я уже много рассказал. Ваши коллеги просто немножко подсмотрели вопросики и оживились. Много ли у вас молодых журналистов вообще по вашему опыту? Насколько молодым людям интересна тема экологии? Я беру этот вопрос себе. Смотрите. Вы поняли, как нужно действовать. Это неэтичный аспект. Вопрос. И сам аспект неэтичный. Молодые, немолодые. Что за эйджизм? Точно так же. Давайте вы спросите, сколько у вас журналистов женщин, сколько у вас журналистов мужчин. какая вам разница? Вы немножко опоздали, мы почти обсудили. Я опоздал, но я высказываю свою точку зрения. Неважно, молодой журналист или старый, никто здесь присутствующих не сможет внятно объяснить, что это такое, молодой журналист. Это сколько? До 25 лет? некая... А какой опыт должен быть у человека, чтобы он был не молодым? 3, 5, 25? Ну, ребят, чушь собачья. Комментарий главного редактора. Кажется, я нашла главного редактора на следующую неделю. Это классно. На самом деле, я хотела сказать то же самое, может быть, чуть-чуть мягче. Я не знаю, мы не считаем себя старыми журналистами, никто из тех, кто работает в редакции. Если вы имеете в виду тех журналистов, которые только после университета или еще в университете учатся, то у нас только одна девочка в Минске, кто с нами сотрудничает, кто еще учится на четвертом курсе, и она не журналист по образованию, она филолог, переводчик иностранных языков, и, в общем-то, с нами сотрудничает именно в этом направлении, занимается переводами статей, которые публикуются в других изданиях для нас и адаптации их. Если вопрос про насколько молодым людям интересна тема экологии вообще в принципе молодым людям, то, наверное, это сложный вопрос в плане о какой экологии конкретно речь, потому что людям интересно молодым здоровый образ жизни, возможность покататься на велосипеде в городе, возможность путешествия, возможность открытия своей страны, ее каких-то уникальных природных памятников, и все это как бы входит в это понятие, в то тематическое разнообразие, которое есть на зеленом портале. Все это хорошо читается, хорошо просматривается. Вообще, мне кажется, опять-таки, соглашусь с Игорем, дело совсем не в возрасте, и тут дело в ценностях, и дело в том, насколько люди вообще думают про то, как они живут, и как они хотят жить, и что они хотят оставить после себя. Спасибо, я предлагаю вам задержать у вас микрофон, потому что следующий вопрос, вы говорите, что в разных соцсетях контент ваш различается, и так вот, по какому принципу вы делите информацию между одноклассниками, контактом, инстаграмом и так далее? Ну, как бы, наверное, тут либо с ликбеза нужно начинать ответ, либо нет. Давайте примем изначально, потому что мы все понимаем, что аудитории в одноклассниках, в инстаграме, в контакте отличаются. это разные люди, они по-разному воспринимают информацию, они по-разному делятся информацией, и поэтому, конечно, мы долго спорили, например, нужно ли нам идти вообще в одноклассники, ну, потому что у нас просто их не было, и в конечном итоге решили, что да, там есть тоже благодарная аудитория, которая тоже интересна, эти вопросы, которые мы поднимаем, но мы понимаем, что она более возрастная, что ей интересны более короткие форматы, но при этом очень-таки объяснительные вещи, что да, она, конечно, будет клевать на жареное, но мы не хотим этого, но при этом мы как бы облекаем ту информацию, которая есть на сайте в картинке, в короткие видео, в объяснялке, чтобы было людям, скажем, в этой конкретной социальной сети более понятно. Для Инстаграма понятно, что мы используем визуальные форматы, сториз стали делать, Твиттер у нас, я не упоминала Твиттер, он вообще просто ресесится отдельно, мы им практически не занимаемся как таковым. В Ютубе у нас наши ролики, опять-таки обязательно, мы все знаем, что ролики смотрятся короткие, все ролики смотрятся обязательно с титрами, потому что чаще всего их люди смотрят на работе и они не включают звук, чтобы начальник не увидел. То есть так делают, мы не против, мы не возражаем. То есть для каждой социальной сети мы просто придумаем именно тот формат, который будет хорошо там смотреться и на который будет отклик, который будет хорошо расшариваться. спасибо большое, приступим к следующему вопросу. Какая у вас аудитория, возраст, пол, доход и все такое? Класс, и все такое. И все такое, доход и все такое. Наша аудитория, вы знаете, у нас как бы каждый раз, когда я говорю у нас больше женщин, буквально через пару недель у нас оказывается больше мужчин. У нас аудитория на самом деле почти 50-50. Мужчины и женщины, 35+, это такое вот наше ядро, это в основном городские жители, это люди со средне-специальным и высшим образованием, это довольно активные люди, они не против активизма, хотя чаще всего их активизм все-таки такой немного сетевой, то есть они готовы подписывать петиции, они этим регулярно занимаются. Доход, знаете, такая интересная штука, то есть нам дают гемеус табличку с доходами, там много людей, которые пишут, что они получают больше, чем 1000 долларов в месяц, я не знаю, может быть, это их желание, возможно, действительно так и есть, сложно проверить, но они пишут, что доход у них средний, то есть относят себя к среднему классу, тоже вопрос, кого считать средним классом, кого мы в Беларуси считаем средним классом, но тем не менее про все такое не совсем понимаю, но все такое у них тоже, наверное, есть, в основном это уже семейные люди, и, собственно, мы ориентируемся в своей сейчас информационной политике на вот это вот ядро 35+, активные горожане с семьей, с довольно много путешествующие, работающие скорее в, скажем, головой, чем руками, хотя, ну, и другие тоже есть, ну, вот как-то так, да. Хорошо, спасибо. Вопрос про свидание будет. Вопрос к юристу зеленой сети. В какое количество нормативных документов национального законодательства вами были инициированы изменения, и каков результат? Ну, я здесь начну отвечать, хоть я не юрист. Дело в том, что, ну, тоже вопрос там про количество. Вопрос же тоже не про количество, а про как бы ну, основные принципы. Мы здесь уже говорили про Русскую конвенцию, и, в общем, одна из наших важных задач сделать так, чтобы эта конвенция в нашей стране максимально хорошо работала и выполнялась. И очень сложно из позиции там общественной организации повлиять на принимаемое законодательство. Потому что, то есть, сколько мы не говорили Минприроде, что вот тут нарушается Орховская конвенция, вот здесь, а здесь положение не такое, здесь как бы нормы Орховская конвенция неправильно интерпретирована в национальном законодательстве. Нам отвечали, да, конечно, мы все исправим, когда-нибудь это случится. И пока мы не написали жалобу, есть такой орган, комитет по соответствию Орховской конвенции, куда можно обращаться, когда страна не, как бы, нарушает конвенцию. Мы подали туда уже, наверное, несколько таких вот, но они даже не называются жалобами, они называются communication, то есть вот информ, ну, это сообщение, в котором мы описываем те ситуации и те проблемы, которые возникают в Беларуси с реализацией Орховской конвенции. И это, конечно, очень длинный процесс, но у нас мы получили хороший результат, которому мы очень рады, потому что в результате вот этих действий потом, значит, подаешь жалобу, потом, значит, комитет по соответствию ее разбирает, он пишет нашему правительству, правительство отвечает, мы комментируем, проходят годы, наступает там каждые три года встреча сторон Орховской конвенции. Все страны, которые подписанты этой конвенции, они встречаются и обсуждают, что там произошло. И, значит, после того, как, значит, вот три года комитет все это исследует, он пишет свои рекомендации. И на встрече сторон эти рекомендации озвучиваются и принимаются как рекомендации стране. И мы не очень, ну, как бы первый раз мы не знали, насколько это вообще подействует. То есть, Белоруссии можно давать там разные рекомендации, на которые она может по-всякому реагировать. В этом случае мы получили хороший результат. Минприроды, когда ей дали рекомендации на международном уровне, сказала «Ой». И тут же начала быстро максимально консультироваться с общественностью, обсуждать с нами новое положение об участии общественности в принятии значимых решений. Она начала консультироваться с комитетом по соответствию, как же все-таки это лучше имплементировать национальное законодательство. То есть, процесс пошел. И, в принципе, а когда было в прошлом году было принято это новое положение об участии общественности, общественности в экологических решениях, которые, в общем, это гораздо лучше, чем то, что было раньше. Это большой шаг вперед в выполнении норм Орховской конвенции. Говорить о том, что мы там написали еще каких-то 15-20 каких-то комментариев к разным законодательствам, мы писали, что-то учли, что-то не учли. Бывает по-разному. Но пример, который я привела, он такой значимый. Еще здесь Таня добавит. Ирина сейчас сказала именно про тот случай, когда мы были инициаторами именно из-за нашей деятельности, привела к тому, что прошел процесс какого-то изменения законодательства. Но и помимо этого, что Ирина говорит, что мы просто работаем, то есть мы видим, что, допустим, Министерство природных ресурсов сейчас разрабатывает какой-то законопроект, оно их вносит на общественное обсуждение, и мы свои предложения. Про результат. Ну, вот, наверное, наибольший результат именно был по тому законодательству, которое вытекло из нашей, собственно, вот этого сообщения в комитет. То есть то, что касается общественных обсуждений, и вот как раз там эти были изменения 15-16 год, и да, я могу сказать, что действительно то, что мы предлагали, оно появилось и в законе, и вот в положении именно по проведению общественных обсуждений. Сложнее происходит это с другими министерствами, потому что у нас другие министерства не считают, что обхозгонвенция на них распространяется. То есть с Министерством лесного хозяйства очень все тяжело, и как бы мы там пытаемся, допустим, писать комментарии, когда они что-то меняли, но, то есть это не мы можем сказать, что был процесс взаимодействия с Минприродой. Это действительно прям были не, то есть формальные обсуждения, когда они просто на сайте написали, что они это обсуждают, а мы послали комментарии, но мы не знаем, какой на это ответ. То есть там действительно были какие-то встречи, рабочие группы, где мы могли действительно что-то обсуждать и предлагать. Из опыта не с Министерством природных ресурсов, это, наверное, только Министерство архитектуры тоже, а оно касается общественных обсуждений только вот именно в сфере архитектурной, гадостроительной. Ну, то есть это обсуждение этих генпланов и, ну, то есть то, что знают собственно все жители Минска. Правда, то есть процесс был, обсуждения были, круглые столы были, он никак не дойдет к какому-то логическому завершению уже, который, уже, наверное, второй год. То есть я не могу сказать, вот пока я не увижу итоговый, да, что они подпишут, какой документ, действительно ли был какой-то результат. Но как минимум, Министерство готово было к тому, чтобы вообще обсуждать с общественностью, там, и с общественными организациями, и с представителями инициативных групп, там, по Минску, просто вообще обсуждать, как можно улучшить эту процедуру. Ну, помимо общественных обсуждений, я могу назвать, там, закон, конечно, об особо охраняемых природных территориях, закон о растительном мире, то есть и другие, но вот именно то, что касается Орховской конвенции, ну, это основное наше направление, действительно какой-то результат есть. То есть мы, что мы, там, то, что я говорила, да, мы на основании своей какой-то практики и практики зеленого дозора, зеленого телефона, что мы предлагаем, то, о чем мы сейчас говорили, уже говорим с Министерством природных ресурсов, не все вещи можно, да, то законодательство, не все надо так детально прописывать в положении, но мы видим какие-то конкретные сейчас проблемы по тем же самым общественным обсуждениям, что это, мы видим сложности у самих исполнителей, ну, то есть у райисполкомов проведения этих, мы думаем о том, что надо просто какие-то методические рекомендации, то есть вот это то, вот о чем мы сейчас, да, говорим с Министерством подготовки, не законодательства, но методических рекомендаций для райисполкомов, чтобы эти общественные обсуждения проходили легче и для них, так что я бы... Ну, я думаю, что вы смогли ответить, что у нас есть положительный опыт нашей работы, что есть какой-то действительно результат. Хорошо, давайте про быстрое свидание, которое отличная идея, считает автор, аноним данного вопроса. Это вы хотели помочь людям личную жизнь наладить или организовать интересный нетворкинг? Что датычать конкретно важных худких спатканей, которые мы зарабили, это было аккурат про нетворкинг, это было аккурат про то, как по взаимодейничать и так само показать гэты прыклад того, что вельми розные мероприемства можно проводить экологично такими приязнами, с шматрозовыми кубочками, с минимумом сметься, это был такие кроки на вонки так само, на выклик иншим организаторам, наприклад. Але я вспомнила цікавую историю, ну, как бы, калі казаць про то, эти готовые мы, цихочем мы, ци сприяем мы таму, как наладжувать особистое жыцё наших волонтёров и волонтёрок, но так недавно у нас дарилася история про то, что наша девчина волонтёрка пришла на мероприемство, пришёл инший волонтёр из иншей організации, мы познайомились, и у гэтаж день он зарабил и пропоновал. Я не буду рассказать, чем далеко скончилась история, потому что она в процессе, и, как бы, ну, только они ведают, что там отбывается, але сам факт того, что мы сприяем. Я подаю заявку на волонтёрство. Вот так вот. Всё. Это стимул. Спасибо. Скажите, пожалуйста, кто-то, может, хочет задать свой вопрос вслух? У кого-то есть вопросы? Я попрошу передать, давайте не будем. Да-да-да. Селенко Денис, частично работник зелёного портала. Молодой. Без айджизма, давайте. Молодой. по виду этой сцены, до того, как пришёл Игорь Корзун особенно, очевидные проблемы с гендером. Вы уже вроде говорили про это. Как вы это определили? Скажите, считаете ли вы, что всё-таки в движении, в редакции, в волонтёрстве маловато мужчин, и осознаёте ли вы это как проблему? Или пол старается вообще старается не учитывать? И что можно сделать, чтобы как-нибудь выровнять такой вот всё-таки перекос в женский пол во всём этом движении? Очевидный. Ещё раз повторюсь. Я напомню, что этот человек частично работает в зелёной синичнике. Частично. Именно поэтому, глядя на полностью женскую, почти полностью женскую редакцию, сейчас уже чуть-чуть исправилось положение, пришло пару бородатых мужчин тут. Но в остальных сферах в активизме всё-таки девушки и очень мало мужчин, по-моему. Можно? Тут уже хотят? У меня просто микрофон, я коротко скажу. Статистично, лидж бы таки, Денис. У меня в волонтёрском сервисе 380 особ, которые позначают себе як жанчины, жаночи пол и все остатне мужчины. А всього 550. Не, ну сенси, што я не памятую докладную личбу мужчину, кольки там. Их видавочно меньше, два с половой разы приблизно. Але, што датычыць активизму, то, наприклад, у волонтёрском сервисе, у экологічном на керунку, у нас приблизно по ровному, што девчаты удельничают, што хлопцы. Тобак падаюцца жанчины найбольш часто, але удельничают 60 на 40 как гэта докладна. Тому видавочного перекосу у нас, наприклад, нема. Веду, што у белки іншы досьбут. У меня среди региональных координаторов зелёного дозора из 26 человек всего лишь, к сожалению, шесть женщин. На самом деле хочу сказать про другое, хочу сказать, что искусственное равенство полов это не является как бы гендерным равенством. Самое главное, что в зелёной сети равны возможности для мужчин, для женщин и скорее люди принимаются, даже не принимаются, приглашаются к деятельности за счёт их квалификации, активизма, мотивации. А женщины или мужчины в принципе не имеют большого значения. Хотя с точки зрения зелёного дозора я, да, анализировала, почему всё-таки в качестве региональных координаторов мужчин больше. и думала, может быть, создать женщинам более благоприятные условия, но решила, что это нечестно. Хорошо, спасибо. А с редакции, как бы, мы уже говорили, профессионалы, прежде всего, мне вообще не важно, бородатые вы или нет. Да, у нас есть парни, их немного, но мне кажется, что никому из парней, которые бы хотели, мы бы не отказали, просто потому, что вы парни, вы нам не подходите. Наверное, в журналистике вообще заметно всё-таки больше женщин, чем мужчин, да, то есть, но если придут к нам завтра мужчины с радостью приходить. Ну да, мне кажется, ключевым во всех ответах в принципе было слово профессионал, профессионалка. И ещё есть несколько вопросов про темы, есть темы, над которыми вы работаете, вы бьётесь, а толку мало. Есть разочарование в чём-то в своих силах. Тут, наверное, вопрос. Кому вопрос? Может, ну, у кого-то есть темы, над которыми вы всё-таки бьётесь, но... Есть темы, над которыми мы бьёмся. Строительство АЭС Белоруссии. и, в общем, и есть... Ну, и вообще все вот похожие темы, когда это строительство каких-нибудь больших, серьёзных предприятий, когда решения принимаются указом президента, когда это ну, как бы, это большие там деньги, инвестиции или ещё что-нибудь. Как правило, все эти темы ну, такие достаточно безнадёжные и вызывающие вот это вот выгорание. Но, тем не менее, вот если говорить про АЭС, там, Экодом не оставляет эту тему и не оставит её, несмотря на то, что выглядит так, что станция заработает, мы стараемся разными способами максимально уменьшить вред, который может случиться, ну, или, например, чтобы не быть всё время вот в этой борьбе, недавно КАДОМ, Зелёная сеть и Национальная платформа форума гражданского общества восточного партнёрства мы презентовали такой документ, как энергетическая революция для Беларуси, где были просчитаны модели возможностей Беларуси перехода на восстановляемую энергетику. Это серьёзный документ, считали её немецкие учёные, 600 инженеров строили модели. И, в общем, то есть мы показываем возможную альтернативу. И в сценарии там тоже просчитано, что даже если станция запустится и её будет возможно закрыть уже в 40-м году и к 50-му перейти на 93% на возобновляемую энергетику. Вот, с одной стороны, тема как-то безнадёжная, но мы стараемся показать надежду. В других случаях, когда идут какие-то стройки, которые строятся всё равно и ты там ложись на рельсы, не ложись, они всё равно строятся, тем не менее есть возможность уменьшить вред, который это производство будет наносить. То есть у нас там были опыты истории с свинарниками, где благодаря нашему участию застройщик переделывал авоз, изменял технологии. Мы ещё, конечно, не проверяли, чем всё закончилось, там, по-моему, всё в процессе строительства, но во всяком случае это изменяет хотя бы немного в лучшую сторону то, что происходит в нашей стране. Ну и, конечно же, такие темы, они изматывают, мы устаем, выгораем, нам нужна ваша поддержка и ощущение того, что не только нам это нужно и что всем остальным не всё равно. Да, вот вы можете посмотреть на этот материал, о котором мы говорили. Я хочу ещё задать вопросы, которые очень интересуют зрителей. Сколько зарабатывают ваши внештатники? Внештатники, вон есть, к ним можно подойти, спросить, если они ответят, тогда придётся себя уже назвать, кто этот аноним. Я могу сказать, что все нештатники у нас работают по договору, все нештатники берут на себя все расходы по оплате всех налогов, и, в общем-то, всё зависит от их желания работать, от того, сколько они пишут в месяц, и от того, что они делают, потому что кроме обычных текстовых форматов у нас есть и видеоформаты, у нас есть и спецпроекты, которые мы запустили, мультимедийные, на тильде, это большая работа, это долгий процесс, это красивые истории, ну и, соответственно, как бы чуть-чуть другие гонорары. Денис Денис хочет узнать, сколько он зарабатывает. Сколько зарабатывают нештатники? Ну, я бы сказал, что, во-первых, мало, хотелось бы побольше, но это зависит полностью от лени работоспособности. И второе, анониму, в нештатнике здесь зарабатывают ровно столько же, сколько в среднем по рынку во всех других редакциях небольших и средних сайтов. Абсолютно одинаковые цифры, они выровнены все по полю и никогда не будут какие-то другие, больше или меньше. Если здесь будет больше, то сюда набьется куча журналистов и в редакции будет 50 человек в ожидании материалов. Вы же понимаете, это нереально. Поэтому здесь все выравнивается совершенно. Столько же, короче, сколько есть и остальные. Спасибо. Хорошо. И у нас остался последний вопрос про главного редактора на день. И что, все решения временного редактора останутся в силе? Прям кто-то очень захотел, наверное. Ну, прям, если очень хотите, то приходите. Но главный редактор не может принимать и увольнять людей, и сразу хочу сказать, в том числе и действующего главного редактора. Поэтому на это не стоит рассчитывать. Да, собственно говоря, мы же про контент в первую очередь, и поэтому тот контент, который в этот день приглашенный редактор предлагает на сайт, мы на завтрашний день не удаляем. Безусловно, он остается так, как он есть. Что касается тех предложений, которые вносит главный редактор в контент на будущее, то, я уже говорила, они на карандаше, что-то мы уже взяли в работу, про что-то мы еще думаем, сможем ли мы это сделать. Но в целом, я думаю, что процентов 30 из того, что человек, приглашенный в редакцию, пришел и предложил нам, оно абсолютно укладывается в нашу политику и, в общем, не выбивается из нашего формата и позволяет нам просто по-новому взглянуть на какие-то вещи, которые мы делаем. Спасибо большое. На этой радостной ноте я хочу всех вас поблагодарить за то, что вы после рабочего дня пришли к нам на летучку. Все, спасибо большое. Всем хорошего вечера. Спасибо.